В этом развлекательном центре снова царит атмосфера праздника, раздается смех и играет музыка. Свои двери для маленьких посетителей игровая комната вновь открыла почти две недели назад. 16 августа в Иркутске вышел указ губернатора, который разрешил вернуться к работе организациям отдыха и досуга, но при условии соблюдения всех ограничительных мер. Ношение масок, наполняемость залов, наличие антисептиков и информация о профилактике коронавирусной инфекции. Все это проверяют во время рейдов. Директор сообщила нам о том, что она провакцинирована. Все объявления о том, что должен соблюдаться масочный режим, расклеены по всей игровой комнате. Поэтому в данной игровой комнате нарушений не было выявлено. Инспектируют не только игровые комнаты. К ним меньше всего претензий. В поле особого внимания торговые центры, общепиты и кинотеатры. Места, где поток людей самый интенсивный. А значит и антиковидные меры должны исполнять безупречно. Но, к сожалению, требования закона часто расходятся с реальностью. На каком основании? На каком основании? На документах. На указе губернатора и 279 ОБД. Основными нарушениями указа губернатора является отсутствие граждан масок, то есть без индивидуальных средств защиты органов дыхания. Обслуживание граждан без масок, без индивидуальных средств защиты органов дыхания. Отсутствие разметки, отсутствие дезинфицирующих средств, отсутствие масок в том числе и у самого персонала. За нарушение требований указа губернатора должностных лиц и предприятия привлекают к административной ответственности. Для физических лиц это штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для юридических сумма варьируется от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении деятельность организации могут приостановить на 90 суток. Иван Губин, Сергей Коваленков, АИС-ТВ.